В Тбилиси возникло новое движение молодых людей. Джин Зи – так прозвали новый вид молодежи субкультуры. Подростки от 11 до 26 лет участвуют в протестах. Напомним, что митинги появились после принятия закона об иноагентах. Представители движения Джин Зи много раз вытеснялись с проспекта, но раз за разом появлялись новые группы девушек и парней, которые просто убегали от спецназа. И так каждый раз до 7 утра. Джин Зи по сути своей является инфантильным. То есть это прежде всего молодежь, которая курируется определенными более взрослыми людьми. Движения, которые сейчас имеют место в Грузии, все они в основном попали под влияние западных структур. В том числе и вот всё, что мы видим с этой подростковой молодёжи, которая неимманентна в своём проявлении. Это не их целеполагание. Это нечто, идущее извне, под влиянием кого-то. В Грузии подростки выходят против полицейских и спецназа, чтобы высказать свою негативную позицию по отношению к новому законопроекту. Правительство Грузии поняло, что подростки, одеты в яркую одежду, становятся главным действующим лицом протеста в Тбилиси. Всё это напоминает движение хиппи в Америке 1970-х годов, когда молодые люди выступали против войны во Вьетнаме. В знак протеста митингующие дарили военной полиции и спецназу цветы. Но митинги в Тбилиси скорее запомнятся плакатами и лозунгами, которые с каждой днём становились всё более и более издевательскими. Законопроект об иноагентах, который по сути своей является основанием и профилактикой национальной безопасности государства, он является, я бы сказал, таким проектом, на который обращает внимание Запад. Движение джин-зи становится популярным, но новая субкультура в Грузии поражает явный протест возвращения СССР и реинкарнации чекистской диктатуры, как утверждают молодые люди. Оппозиция «Грузинские мечты» считает, что это рождение новой Грузии. Николай Осуховский, Аделина Абдрахманова, Универньюз.